Я, когда делаю какие-то математические экстраполяции, в частности, для того, чтобы адекватным образом, грамотно составить список кандидатов от партии в Государственную Думу, уверяю вас, нужно хорошо знать математику, нужно знать теорию вероятности. У нас была проведена соответствующая работа. Я могу утверждать, что ни у кого больше в России такой математической модели нет, потому что для Единой России она не нужна, а для нас она просто была нужна. Так вот, когда делаешь какие-то экстраполяции, нужно опираться на некоторые сущностные факты. Я фактами считаю те результаты, которые зафиксированы на муниципальных, региональных выборах в течение срока полномочий Четвертой Государственной Думы, что равняется де-факто сроку существования партии «Справедливая Россия». Если вы посмотрите эти результаты, они говорят, что предпосылки все для того, чтобы количество партий в Государственной Думе осталось прежним. Вопрос только в том, какое перераспределение мандатов произойдет. Тенденции последнего времени такие, что все три оппозиционные партии последовательно улучшают свои результаты. Из них «Справедливая Россия» улучшает свои результаты наиболее динамично, а партия «Единая Россия» эти результаты, как бы они своей арифметикой не пытались манипулировать, но, значит, объективно понятно, что эти результаты ухудшаются. Мы надеемся, что эти тенденции во время федеральных выборов, еще раз повторю, которые в 20 с лишним субъектах накладываются на региональные, дадут, вот, если хотите, кумулятивный эффект. Продолжение следует...